и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine друзья сегодняшнем нашем новом путешествии мы как всегда с вами отправимся в какую-нибудь неизвестную галактику ну как неизвестную в сегодняшней серии как многие меня просили sky пожалуйста поищи планеты с жизнью ближайшие галактики нам галактика треугольник так что в этой серии ребята мы с вами попробуем поискать какие-нибудь планеты с жизнью похожие на нашего в этой галактике посмотри она очень огромна она так же красиво как наш млечный путь в ней есть также множество сотен тысяч туманностей миллиард звезд звездных скоплений ну и возможно конечно же планет с жизнью похожих на нашу но с этого мы с вами конечно же наверное скорее всего никогда не узнаем ну что же начинаем наше путешествие галактика треугольник она конечно диаметром намного меньше чем наш тот же млечный путь наш родной дом но посмотри на него со стороны боже он прекрасен отсюда видно какие-то различные туманности взрывы сверхновых возможно я не знаю так ну что же начинаем ребятки играем мы с вами сегодня в версии 0.980 так галактика такая же то есть она спиральная как и наш млечный путь но ее завихрение ее рукава по моему не такие заостренные и не такие растянутые как у млечного пути и очень достаточно здесь множество я бы даже сказал различных туманностей даже вот просто обрати внимание вот эти розовые пятна красные и синие и вот здесь вот есть такая выделяющаяся огромная туманность боже насколько она растянута световых лет мне даже интересно туманность диффузное расстояние 5695 световых лет боже это огромное расстояние так ну что же давайте попробуем слетать к ней так туманность ngc 604 конечно глядя со стороны я бы назвал это скорее всего какой-нибудь туманностью бабочка то есть посмотри вот ее чрево толпище глава небольшие какие-то усики и вот такие крылья до туманность бабочка по моему мнению ну что же давайте попробуем в этой туманности найти какую-нибудь планету с жизнью возможно да ну скажу как всегда здесь пейзажи бы были бы просто потрясающие еще смотри на практически на вылете из самой галактики это туманность находится это клёво так ну что же давайте попробуем что-нибудь найти я не знаю можно попробовать конечно сейчас как обычно я это люблю делать и многие меня в комментариях за это ругают методом тыка а потом пишут мне sky ну там же есть специальная такая графа поиска то есть вот браузер звезд и здесь можно все легко принципе найти ну что ж давайте попробуем настройка фильтра главная звезда так я не буду сейчас сильно заморачиваться просто выберем органическая жизнь многоклеточная так подожди так любой биом вот многоклеточная жизнь хотя да можно в принципе было бы выбрать любой биом но мы возьмем наверное скорее всего наземную жизнь давайте попробуем экзотическую жизнь многоклеточная любой биом поставим так объект для поиска только планета планета луна ну без разницы пускай ищет нам что-нибудь радиус поиска тысячу световых лет и нажимаем поиск так фильтр 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 надо отключить так почему нет а все все работает все прекрасно посмотри сколько планет уже в принципе найдено так стоп с жизнью планет почему-то я не вижу ни одной так а если поставить фильтр нажать поиск настройки фильтра хорошо наземная так многоклеточная одноклеточная имли или многоклеточная любой биом окей начинаем наш поиск настройки главная звезда ладно это все мы оставим так пускай ну что же ждем поиска и я скажу что достаточно уже много найдено звезд так стоп найдено много звезд где на планетах возможно есть жизнь посмотри первая система звезда красный карлик двойная звездная система число планет 19 и 4 планеты с жизнью ого нифига себе так ну что же давай посмотрим так вот три планеты комфортная океанита с жизнью органическая одноклеточная жизнь не очень таки она интересно наверно будет скорее всего температура 15 градусов ну в принципе почему бы нам ее с вами не посетить почему они все такого оранжевого цвета а потому что вообще у нас по идее звезда красный карлик и они должны быть красного цвета отражение звезды так я так понимаю комфортно океанита с жизнью планета b2 у нас есть на планете аргон углекислый газ и кислород а галактика андромеда хорошо так плотные какие-то облака по моему на планете планета повернута одной стороной к своей родительской звезде достаточно не очень такая интересная планета даже вот погиб по газовым гигантам я не буду проходить сейчас так у нас есть еще красный карлик подождем красный карлик двойная звездная система есть три планеты с жизнью теплая терра с жизнью органическая многоклеточная морская наземная жизнь так хорошо по моему я даже намного дальше туманности перелетел я заметил ладно ничего страшного мне уже не терпится посмотреть на эту планету о боже она прекрасна посмотри какие краски то есть у нас красный карлик да и все-таки цвет вот так отображаются на этой планете планета также повернута одной стороной к своей звезде так а что можно число лун 77 лун у планеты так и подождем посмотрим информацию форму жизни органическая многоклеточная морская наземная жизнь самозарождение так атмосферные что у нас по составу на планете аргон криптон вода то есть есть немножко даже до воды так углекислый газ ну принципе лак хорошо и по моему даже гелий что ли или мне показалось достаточно интересная такая планета красного цвета действующего гулкана это меня всегда удивлял и забавлял это очень здорово посмотри какая поверхность да какие рельефы на этой планете плотная атмосфера да достаточно плотная атмосфера атмосферное давление 1.82 даже намного плотней чем на земле температура 45 градусов ох это здорово слушай ну вообще по идее я скажу так что на этой планете скорее всего да есть какие-то организмы не похожие на нас но это организмы какого-то инопланетного происхождения даже скорее всего я бы сказал какие-нибудь гуманоиды пришельцы что-то в этом роде посмотри какой здесь офигенный просто закат на фоне этих гор на фоне воды вулкана просто невероятные краски почему здесь такой закат какого-то салатового цвета но это скорее всего из-за того что у нас планета находится рядом с красным карликом то есть звезда у нас красный карлик даже вот видишь мы небо видим таким розовым цветом мы даже по идее не в той туманности где мы с вами хотели найти найти простите какие-то планеты похоже на нашу но здесь просто чертовски невероятно краски заката это просто офигеть и по моему даже видно вот саму ту туманность сейчас я знаете что сделаю так по моему две луны так жаркая пустыня луна а и виден еще кстати неподалеку холодный газовый гигант я сейчас куда-нибудь опущусь здесь на какую-нибудь гору скалу сяду перемотаю немножко время и хочу посмотреть на ночное небо так орбитальный период этой планеты 69 суток солнечные сутки 24 часа с 25 часов практически 24 с половиной как на марсе ну что же стой подожди может я не туда а нет я не туда посмотрел эта планета она постоянно до повернута только одной стороной к своей звезде это я перепутал с газовым гигантом но посмотри можно посмотреть вращение лун здорово на горизонте мы бы постоянно бы видели бы луны этой планеты так ну что же ладно хорошо давайте тогда стой надо остановить время давайте посмотрим какие планеты у нас еще есть что у нас по этой звезде есть еще криогены газовый гигант с жизнью органическо органическая многоклеточная жизнь воздушная так ну газовые гиганты насколько вы знаете я не особо люблю рассматривать число планет так 23 и две планеты с жизнью так прохладная пустыня это мне не подойдет белая звезда красный карлик оранжевый карлик подожди подожди где у нас была белая звезда вот белая звезда 13 планеты 3 с жизни у нас так что у нас по звездам двойная кстати звездная система до комфортные ледяной гигант с жизнью органическая одноклеточная воздушная жизнь но это газовый гигант скорее всего ну так можно было бы конечно его посетить холодная пустыня с жизнью холодный газовый гигант а лун у него нету случайно с жизнью ого два газового гиганта рядом друг с другом я даже прямо таки захотел переместиться к этим планетам наверно зрелище просто невероятно боже как я обожаю тут симулятор как я давно в него не играл так я надеюсь что два газового гиганта рядом друг с другом юпитер похоже очень на юпитер диаметр 131000 планета rs 1229 холодный газовый гигант да посмотри два газового гиганта практически находятся друг рядом с другом я бы никогда не мог подумать что вообще может быть такое что у газового гиганта есть луна газовый гигант это возможно ну видимо да но это блин это невероятно посмотрел это здорово так давайте переместимся к этому газовому гиганту голубой газовый гигант состав все тот же водород и гелий не больше можно сейчас кстати опуститься сквозь верхний слой его газовых облаков невероятно это просто невероятно так атмосферное давление по моему меня уже должно здесь раздавить 880 атмосфер это только чуть ниже верхних его слоев облаков даже посмотри мы не войдя в его первый слой уже 248 атмосфер давления то есть это блин здесь невероятно тебя бы просто уже бы раздавило боже какие виды посмотри если бы это было еще в hd качестве это невероятно просто смотрелось бы так ну что же ладно мы немножко отошли от темы я хотел посмотреть а вот эту холодную пустыню с жизнью это у нас пятая планета данной звезды получается ухо что-то похоже на марс а чем именно я скажу его вот этими знаете на поверхности как бы такие выступы пустыни какие-то непонятные так что на планете углекислый газ о 2 температура минус 75 градусов солнечные сутки шесть дней почему она такого красного цвета я всегда вот теперь задаюсь этим вопросом так физически атмосферные на планете у нас присутствие различных газов все я понял у нас ну как обычно 78 процентов это углекислый газ кислород 21 процент это в принципе очень хорошо то есть какие-то возможно да как написано органическая одноклеточная жизнь наземная ну скорее всего даже какая-нибудь инопланетная жизнь принципе с таким количеством кислородом может существовать с о 2 так кислоты аргон все я понял хорошо то есть это очень кислая среда здесь на планете так что у нас по атмосферному давлению атмосферное давление намного ниже чем на земле гравитация также в половину меньше то есть при своих 60 килограмм я бы весил здесь 30 килограмм это неплохо так знаете как будто на планете какие-то какой-то я не знаю разлитый марганец что ли почему да но это скорее всего из-за газов такой фиолетовый как бы оттенок на планете я не думаю что это выделение каких-то инопланетных форм жизни есть облака здорово так ну что же я как обычно хочу промотать сейчас время и посмотреть на закаты восходы звезды это наверно будет невероятным зрелищем а вот кстати та туманность бабочка как я ее назвал не обращайте внимание это моя выдумка звездное шаровое скопление на фоне галактика андромеда ну все как всегда как обычно очень здорово круто и я думаю что не нужно лишних слов каких-то чтобы понять насколько это превосходно просто так информация я хочу подчеркнуть еще немножко информации по этой планете так подожди что у нас так информация общее среда обитания наземная форма жизни органическая одноклеточная происхождение жизни пан спермия то есть объясню происхождение жизни на этой планете вероятно скорее всего что какие-то одноклеточные те же органические наземные бактерии там ну либо не знаю организмы они были занесены из космоса возможно кометами какими-то астероидами может быть столкновением другой планеты в эту планету то есть жизнь на этой планете зародилась не сама это достаточно интересно и нужно скорее всего мне почаще почаще так чекать знаете информацию по планетам то есть первую планету которую мы смотрели с вами жизнь на ней зародилась сама самозарождение это очень удивительно то есть вода скорее всего да она была занесена так же как на нашу планету земля кометами и всем прочим но жизнь постепенно сама зародилась это здорово да боже невероятные краски невероятные горы рельефы я обожаю этот симулятор это очень здорово ну что ж давайте наверное на этом наше путешествие сегодня закончим всем кому понравилось обязательно ребятки пальчик вверх подписочка на канал дабы не пропускать наше новое путешествие в мире спейс энджин огромное спасибо всем спонсорам на канале и помните что космос и вселенная бесконечна и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока до новых встреч всем новых открытий пока 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 пока